В группе А4 есть четверная группа клейна. Четверная группа клейна. Вообще-то я уже объяснял, что это такое. Четверная группа клейна, она состоит вот в этих элементах. Из этаж действия, из 1, 2, 3, 4, из элемента 1, 3, 2, 4, и, наконец, из последнего элемента 1, 4, 2, 3. Ну, давайте мы потихонечку будем разбираться. Наверное, проще начать с того, почему же четверная группа клейна является нормальной подрубкой в А4. Ребята, это очень легко. Это очень легко. Во-первых, когда вы перемножаете два элемента из группы клейна, вы получаете элемент из группы клейна. Это мы с вами делали или нет? Помните? Делали. На самом деле, я напомню вам, что произведения вот этих вот перестановок, вот эти, вот эти и так далее, да, они коммутируют по самому. Теперь вопрос, почему, когда вы берете такую перестановку и сопрягаете ее при помощи любой другой, получаете перестановка того же самого пига? Ребята, я на самом деле один раз это здесь уже выписывал, но, и поскольку это принципиально важно, давайте мы с вами это еще раз сделаем. Представьте себе, что есть перестановка 1, 2, 3, 4, которую мы подвергли некоторому сопряжению. Давайте вспоминать, что значит подвергли сопряжению. Это значит, что есть некая перестановка G. Вот, давайте здесь напишем G минус 1, а здесь давайте напишем G, да? Вот, теоремия. Это то же самое, что перестановка G от 1, G от 2, G от 2, G от 2, G от 4. Более того, на самом деле здесь ничего не зависит от этой самой структуры циклов. То есть, на самом деле, это так всегда, когда берешь любую перестановку, расписанную на циклы, и ее вот так вот сопрягаешь, то получаете именно такой ответ. Ребята, нужно обязательно довести себя до состояния, когда для вас это будет абсолютно очевидно. Вот, давайте посмотрим. Вот, берем число G от 1. Пытаемся применить к нему эту перестановку. Сначала G от 1, под действием G минус 1, перейдет куда? В 1. Потом 1 перейдет куда? В 2. В 2. А 2 перейдет? В G от 2. Берем G от 2. Оно сначала будет переведено в 2, потом в 1, потом в G от 2. Ну и так вот. Подумайте. Это принципиально важная штука. У нас... Послушайте, что это означает. У нас с вами, когда сопрягаешь перестановку, то на самом деле можно просто внутри разложения на циклы эти числа заменить на их образцы под действием перестановки. И все. И вот поэтому в А4 есть четверная группа клеенов. Кстати, давайте-ка эту группу клеенов обозначим, скажем, буквы К. Скажите мне, пожалуйста, если вы А4 факторизуете по группе клеенов, скажем, сколько элементов будет в факторе группы? В группе С4 сколько элементов? 24. 24. В группе А4 сколько элементов? 12. Вы абсолютно правы. Половина. Половина перестановок четная, половина четная. 12. А в группе клеенов сколько элементов? 4. 4. Сколько будет 12 разделить на 4? 3. Значит, вот это фактор группа, это циклическая группа на трех элементах. Дело в том, что на трех элементах просто не бывает никакой другой группы. Хорошо? Хорошо. С этой частью теоремы разобрались. На самом деле, можно было еще доказывать, что нет ничего другого почти. Но не хочу сейчас на это время. Намного интереснее первой части этой.